Привет! Сегодня я хочу показать самые распространенные ошибки, которые мы когда-либо совершали при макияже. На левой части я буду наносить правильно макияж, на правой части я покажу ошибки, которые мы когда-либо делали. Поэтому на левой части я наношу праймер, и праймер это очень важная часть при нанесении макияжа. Он помогает макияжу держаться весь день и также сглаживает все неровности кожи. Затем я использую тональный крем Makeup Forever HD и наношу его кистью. Очень важно, чтобы цвет, который получается, после нанесения соответствовал цвету вашей шеи. Как вы видите, я хорошо растушевываю тональный на шее, чтобы не было резкого перехода. Beauty Blender с этим справляется очень и очень круто. На правой части я не использую праймер и наношу тональный крем гораздо темнее моей шеи. И это одна из самых распространенных ошибок при макияже, неправильный цвет тонального крема. Уже сейчас макияж смотрится неестественно, на лице какой-то просто эффект маски. Я специально не растушевала тональный крем в области шеи, потому что это также одна из ошибок. На левой части я наношу консилер примерно на один или два оттенка светлее моей кожи. Цель консилера – скрыть темные круги под глазами, чтобы придать отдохнувший свежий вид лицу. На правой части я, конечно же, делаю ошибку и наношу самый-самый светлый консилер, который у меня есть. И нанесла я его не треугольником, как правильно, а четко по нижнему веку, что опять же является ошибкой. На левой части я зафиксировала консилер пудрой, чтобы не образовывались мелкие складки. Итак, дорогие, переходим к бровям. На левой и правой части я буду использовать один и тот же продукт, но по-разному нанесу. Он немного темный, но при правильном нанесении выглядит естественно. На левой части я прорисовываю контур, не выходя за контур моей брови. Хвостик должен быть немного темнее основания, поэтому у основания я не закрашиваю полностью, а лишь прорисовываю волоски. На правой части я выйду за форму своей брови и сделаю ее более резкой, будто я такая строгая женщина. И закрашиваю ее полностью от хвостика до основания. Я делаю еще одну ошибку, подчеркиваю свою бровь самым светлым консилером и не растушевываю его. Переходим к бронзатору. Для левой части я возьму легкий средний тон, набираю на кисть немного продукта и затемняю скулы и по контуру лица. На правой части я использую темный оттенок, интенсивно набираю на кисть и наношу на лоб скулы и щеки. Наверное вы согласитесь со мной, друзья, что получаете не очень красиво, как-то грязно и неестественно. На левой части я наношу немного румянной яблочке щек и растушевываю. На правой же части я хочу подчеркнуть свои красивые щечки, беру побольше продукта и наношу на всю щеку. Теперь я перехожу к глазам, хочу подчеркнуть и приоткрыть их. И для этого я рисую свою идеальную стрелку, не слишком длинная и не слишком тонкая. На правой же части я нарисую супер страстную двойную стрелку, хвостик стрелки и я подниму в брови. Слушайте, не так уж и ужасно у меня получилось, но если бы, конечно, не вот эта нижняя. Давайте дорисуем еще то, что-то слишком красивое. На левой части я приклеиваю реснички. Они выглядят естественно и не придадут излишнюю тяжесть к глазу. А на правой я нанесу хорошенько тушь, чтобы она налипла на ресницы и ресницы казались длиннее и пышнее. И, конечно же, губки. На левой части я прорисовываю по контуру губ карандашом, не выходя за контур. И сверху наношу нюдовую помаду. А на правой части я хочу увеличить губы и карандашом подниму контур гораздо выше моего собственного. А сверху я нанесу красный блеск. И последняя часть это хайлайтер. Я кисточкой наношу над скулой. На правой части у меня опять перебор с продуктом и наношу на всю щеку. Мой правильный-неправильный макияж готов, вы можете сравнить. И ни в коем случае не расстраивайтесь, если вы раньше допускали какие-либо ошибки. Мы учимся, не стоим на месте, а значит мы становимся еще лучше. Всем спасибо, друзья, что смотрите меня. Желаю всегда стремиться к лучшему. Нет предела совершенству. А кто хочет меня поддержать, подписывайтесь на мой канал. И напишите что-нибудь в комментарии. Мне будет безумно-безумно приятно. Скоро будет новое видео. Всем пока!